Варталнейшая вежа и шеста колбыцем со старожитной картинки першими сустракаются на подыходе до городища. Належит я на перее до конца бронзового початку железного веков. И это покуль перш из семи объектов, уникальных для Беларуси археологичного музея. Это уникальная культура. И прежде чем строить данный объект, был изучен огромный пласт исторических источников, археологических изысканий и все строения, и в том числе экспонатура, будут воссозданы, исходя из археологических изысканий наших ученых. Концепция музея, как мога ближе передать атмосферу старожитности, а тому и будуют его по старожитных технологиях. Объект будет максимально аутентичный, и на вот узводится без применения сучасных прилад працы. Только сякеры и молотки. А в его будовлях вы не знаете ни водного цвяка. Вот, так все вручную делалось. Мой отец работал так, и дедушка. Цесляры предприемства «Брест-реставрация», якой выступает генпадратчикам на будовле, говорит, узводящих этот объект, они и сами отчувают себе быцем старожитными майстрами. Этот же период подразумевает собой стопроцентную рубку каждого изделия. Плетение у нас применено, тростниковые окровли разных видов, использованы редкие породы дерева, которые обожжены в натуральных условиях. Старались максимально воспроизвести все, как было. Унутри градища уже практически побудовано четырехкамерное жилье культуры штрахованной керамики и два жилья мелоградской культуры столбовой конструкции. Отповедно археологичных доследований, яны и сновали практически у один час. Побыч и господарчая побудовы. Меркуется, что музей не только одновит побыт старожитных протков, и он будет жить интерактивным життем. Любой желающий экскурсант сможет сделать гончарную посуду теми способами, которые имели место когда-то давно, заняться ткачеством, гончарным делом, плетением, сделать какие-то кулинарные изыскы, многое-многое другое. В основе уникального археологичного музея будет семь городишч, в которых найдутся адлюстрованьи разные эпохи – от мезолита до середневеча. В эпоху конца бронзового, початку железных, в которую первые туристы смогут окунуться уже в этом году. Людмила Салзин, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».